привет печеночный паштет из куриной печенки нам понадобится печенки 400 грамм сало 100 грамм морковка такая большая луковица средняя соль перец лавровый лист и кастрюлька в которые будут готовиться наш паштет луковицу я еще одну маленькую добавила так лук и морковку режем крупно и сало режем крупно печенку промыть потом все будет молотся на мясорубке я сложила все в кастрюльку где будет томиться наша печенка с салом с морковкой с луком лавровый лист воды налить так чтоб еле-еле покрыла я сразу папа посолю и поперчу соли на это количество надо где-то такая нормальная чайная ложка нужно еще чуть-чуть и перцем сейчас покручу туда перец все теперь оно закипит поставить на маленький огонь и дать потомиться минут тридцать-сорок томилась печенка будущий паштет конечно не 40 минут а час но надо томить до тех пор пока морковка и лук не будут мягкими мягкими вот и попробовать на вкус если все хорошо с солью дать теперь немножко остыть убрать лавровый лист процедить и пропустить через мясорубку бульон пока не выливаем может понадобиться чтобы довести до нужной консистенции вот я процедила наш будущий паштет буду перебивать на мясорубке два раза в последнюю последнюю самую очередь я буду прокручивать немножко вот хлеба буквально один кусочек или два чтобы паштет не оставался мясорубки и ну потом остатки этого хлеба я дам кошки блендером я пробовала уже как-то взбивать мне вообще не нравится поэтому я перебиваю на мясо учился такой паштет вот такая у меня емкость получилось консистенция хорошая но он пока еще теплым конечно жиденький такой он застынет за счет сала и будет нужна консистенция можно помазать на хлебушек и кушать бульон я не использовала консистенция хорошая если вам понравилось мое видео пожалуйста ставьте лайки это пальчик вверх подписывайтесь вы будете видеть сразу мои новые видео если вам понравилось напишите комментарий попробуйте приготовить этот паштет очень легко и просто я подсушила батон на сковородке прям но на сухой сковородке на огне и вспомнила еще он не сказала очень важную информацию мясорубку перед тем как использовать для паштета надо обдать кипятком обязательно так как мы в основном мелем на ней сырое мясо и вот прям ложечкой накладываете паштет сколько вам нужно и кушаете